всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно сшить очень интересную модель свитшота для этой модели нам понадобится три цвета трикотажа на экране вы видите детали выкройки на первый взгляд может показаться что очень сложно сшить такую вещь но на самом деле все очень просто и сейчас такой свитшот я сошью вместе с вами я распечатал выкройку склеила листы и вырезала детали выкройка идет уже с прибусками на швы для себя я выбрала 44 размер это у нас детали переда и спинки а точнее половина переда и половина спинки то есть эти детали мы краем по одной штуке с изгибом это у нас две кокетки кокетка переда и кокетка спинки краем эти детали по одной штуке с изгибом и самое интересное это у нас рукав это рукав переходящий на перед и спинку также выкройки есть нижняя планка манжета рукава и деталь для обработки горловины самый большой расход трикотажа у меня получился для детали рукава ушло около 70 сантиметров на детали переда и спинки у меня ушло примерно 34 сантиметра а для кокетки по моему 40 с небольшим сантиметров но трикотаж я предварительно постирала перед кровью поэтому при заказе уберите с небольшим запасом но для более точного определения расхода вам нужно снять замеры с лекала своего размера также я выкроила нижнюю планку она у меня из кашкарсе серый меланж манжета у меня из кашкарсе в тонн футера рукавов бейку для обработки горловины я выкрою немножко позднее прикроя детали не забывайте перенести все метки для совмещения берем деталь спинки и берем рукав и берем ту часть рукава которая идет на сторону спинки детали эти складываем лицом к лицу и скалываем булавками вторую сторону рукава скалываем с деталью переда на вторую сторону детали переда прикалываем второй рукав и второй рукав соединяем со спинкой все четыре среза стачиваем на оверлоке я буду шить 4 ниточным оверлочным швом иглами для трикотажа номер 80 швы я заутюжила к низу изделия и теперь у нас уже не просто непонятные детали а уже немножко похоже на какое-то изделие далее нам нужно подготовить кокетку берем кокетку переда и кокетку спинки детали складываем лицом к лицу и скалываем их булавками по плечевым срезом оверлоке швы утюжим на сторону переда кокетка готова теперь ее соединим с изделием детали складываем лицом к лицу и скалываем их булавками совмещая все метки кокетку переда совмещаем с передней частью а кокетку спинки совмещаем с деталью спинки и прежде чем притачивать кокетку на оверлоке нам нужно обработать уголки такой уголочек мы делали с вами на нескольких изделиях чтобы было легче соединять детали в уголке я рисую припуски как на кокетке так и на детали переда и эту метку на детали переда нужно соединить с меткой на кокетке совмещаем две метки и в этом месте скалываем булавочкой теперь нужно детали соединить на швейной машинке проложив строчку от метки и длиной примерно три-четыре сантиметра далее уголочек вот этот рассекаем не доходя до строчки примерно полтора миллиметра если у вас сыпучий трикотаж то лучше это место проклеить флизелином далее уголочек раскрываем и скалываем вместе детали с другой стороны деталь с другой стороны также стачиваем на машинке начиная строчку от начала предыдущей строчки и таким же образом делаем второй уголочек и теперь детали можно соединить на оверлоке начнем строчку с одного уголочка строчим по кругу и заканчиваем строчку в том же уголочке с которого строчку начинали припуск в начале строчки немножко подрезаю до ширины моей оверлочной строчки и начинаю шить до швана до конца второго уголка поднимаем лапку и иголочкой трикотаж разворачиваем и продолжаем строчку заканчиваем строчку в том же уголочке откуда мы строчку начинали хвостик от конца строчки прячем в саму ирлочную строчку этот шов утюжим к низу изделия далее будем стачивать шов на рукаве и боковой шов для этого изделия выворачиваем на изнаночную сторону детали складываем лицом к лицу совмещая шов на рукаве и боковой шов скалываем шов на рукаве и боковой шов булавками и стачиваем его на оверлоке швы утюжим на сторону переда далее подготовим манжеты нижнюю планку и бейку для обработки горловины детали для манжет складываем пополам и будем стачивать их под по этому срезу берем нижнюю планку я выкрою эту цельную деталь складываем ее также пополам лицом вовнутрь и стачиваем ее по короткому срезу бейку для горловины я выкрою из футера так как а кашкарсе такого цвета у меня нет бейку выкроила точно по выкройке далее бейку нужно стачать в кольцо и теперь нижнюю планку манжеты и бейку пришьем к свитшоту нижнюю планку складываем пополам изнанкой вовнутрь и прикладываем ее к нижнему срезу свитшота шов на планке прикладываем к боковому шву бейку равномерно растягиваем и распределяем по всему низу и по кругу притачиваем на оверлоке как делать красивую строчку по кругу я уже показывала ссылку на это видео оставлю в описании а также я подробно показывала в других видео как можно пришить нижнюю планку как пришить манжеты и как пришить бейку на горловину советую вам посмотреть видео с пошивом разных свитшотов как взрослых так и детских ссылку на плейлист с разными свитшотами я также оставлю в описании под этим видео еще раз утюжим все швы и свитшот полностью готов свитшот получился очень интересным за счет сочетания цветов я думаю что я обязательно сошью еще парочку таких же свитшотов но в других цветах если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео пока пока